Алхамду лиллэхи рамбал аламин. Уафдалюс салати ваатамат ассалима ласима мухаммад. У альхи и сахбихи вассаляму жмайин. Ассаляму алейкум. Вархамтуллахи ва баракату. Дорогие сёстры, мы с вами продолжаем серию лекций на тему красота нрава людей Кур'ана. Сегодня мы с вами разберём тему, которая называется «Достоинство чтения и заучивания Кур'ана». Также поговорим немного о хукми, в принципе, заучивания и чтения Кур'ана, так как это связано. По поводу чтения Кур'ана или заучивания Кур'ана есть достаточно далили. И большинство, да, незнакомы или, по крайней мере, многие понимают, да, что в этом есть определённое благо. Заучивать Кур'ана и Кур'ан, читать Кур'ан, соответственно, да, для того, чтобы заучить, нужно повторять многократно. В Кур'ане Аллах Субханагу Ута'аля, в суре «Фаапыр», в аятах 29 и 30, говорит, да, мы используем перевод смыслов, «Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем мы наделили их тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной. Дабы он вознаградил их сполна и даже добавил от своей милости. Воистину, он прощающий, благодарный». Субханаллах, да, то есть мы видим здесь, что в этом аяте говорится о тех, кто читает Писание, совершает намаз, расходует. И такие, надеющиеся на, скажем, выгоду от Аллаха Субханагу Ута'аля, они обязательно эту выгоду получат. То есть, альхамдуллях. И, например, некоторые ученые, или некоторые ученые говорили о том, что этот аят непосредственно, ну, здесь два аята, вот первый, да, или эти два аята, можно сказать, говорил Мутороф бнуабдиллях о том, что это аят ччицов. Да, то есть это аят ччицов. У нас там есть аяты, некоторые, у которых есть название. Вот этому аяту такое название, да, да, или такое именование. Также мы встречаем из лечения Аль-Куртуби о том, что также, что это, он также называет этот аят, аятом ччицов. Да, говорят, что это аят ччицов, которые действуют и обладают знаниями. Аят тех, кто выстраивает молитвы, обязательные и дополнительные. И то же самое касается их расходований. То есть здесь, помимо самого чтения, мы видим тот след этих чтецов, да, который, тот след, который остается от этого чтения, да, что это чтение воздействует таким образом, что, имея те знания, которые чтец получает от чтения Корана, изучения Корана, размышления над Кораном, они действуют, да, выстаивают молитвы, как обязательные, так и дополнительные, опять же, да, стремясь к удовольствию Аллаха, Субхану Гава Тааля, и стремясь расходовать, да, расходовать, давать милостыню, делать, скажем, и обязательные расходы, да, которые необходимы для своего окружения, для своих родных, для своих близких, детей и так далее. И именно такие чтецы, да, надеясь на вот эту выгоду от Аллаха Субхану Гава Тааля, они получат ее, беизнелля, беизнелля, пускай всех нас, Аллах Субхану Гава Тааля, по своей милости всем нам дарует, да, вот эту милость и простит нас. Также у нас есть еще аят, и, конечно, еще хотела упомянуть аят из суры Алян Кабуд, аят 45, в котором говорится, читай то, что внушено тебе из писания, и совершай намаз. Воистину намаз оберегает от мерзости и предусыдительного. Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. То здесь важно, да, то есть мы видим такие два параллельно идущие, как в предыдущем примере аяте, да, и здесь, что упоминается чтение Урэна и совершение молитвы, да, потому что молитва, она удерживает от мерзких деяний, неодобряемого там, да, и тому подобное. Когда человек читает Коран, там есть определенный призыв к действию, да, но когда это действие связанный с постоянным, скажем, соблюдением намаза, да, постоянным соблюдением молитвы, пятикратной молитвы, то есть у человека как будто есть такая постоянная связь, да, он все время понимает, да, что Аллах, Субханаху, будет доволен ним, да, если он делает вот такие деяния, и он все время вспоминает об Аллахе, Субханаху и Тааля, когда человек выстаивает молитву надлежащим образом, да, то есть он понимает, утром он встал, выполнил молитву, вот там почитал Коран, да, потом делает какие-то свои дела, потом он опять читает намаз и так далее, и так далее, то есть у него постоянная такая связь. Поэтому, конечно же, даже сама молитва, она непосредственно также связана с чтением Корана, с заучиванием Корана, да, потому что человек, который совершает молитву, он должен как бы знать что-то из Корана, да, он должен знать минимально суру Аль-Фатиха или какие-то короткие суры, да, из Корана, чтобы читать их в молитве. Теперь можно также упомянуть некоторые достоинства, да, самого чтения Корана и как эти достоинства будут влиять, скажем, на положение тех, кто читает Коран. Некоторые упомянем сегодня, да, и потом еще продолжим нашу тему. Мы знаем такой такой хадис, да, прекрасный хадис, который передается со слов Айши рода Аллаху Анга, которая сказала, что тот, да, что дает слова пророка саллиллаху Алихи Ассаляму, что он сказал, тот, кто читает Коран, являясь искусным в этом, будет с благородными и покорными песцами, а тому, кто читает Коран, запинаясь и испытывая при этом затруднения, уготована двойная награда. Этот прекрасный хадис, он является и таким мотивирующим, да, к чтению Корана и в то же время как благая весть для тех, у кого не так быстро получается, да, правильно читать Коран. Потому что здесь упомянут и искусный чтец, который уже достиг каких-то результатов, и его положение, да, что он будет с ангелами, то есть с покорными песцами, да, ангелы, это имеется в виду. И, конечно же, скажем, те, кто не так искусно читает, кто испытывает множественные трудности, хотя при изучении там или чтении Корана, да, то есть когда учится, в принципе, каждый эти трудности испытывает. но, да, у всех не только в чтении Корана, а в каких-то других, скажем, навыках при изучении, да, каких-то навыков, там, бывают трудности, но кому-то дается одно легко, кому-то другое, кому-то там несколько вещей легко делать и так далее. То есть здесь бывают разные ситуации, но даже те, у кого не так легко получать, будут получать награду, да, получать награду, и это еще раз подтверждает как бы те слова, что главное для нас, для мусульман, это находиться и идти в направлении правильном по установленному пути, да, по правильному пути, а достичь, да, какого-то предела знаний, предела там какой-то веры и выполнений всех всевозможных, да, благих дел, это невозможно, да, потому что всегда можно больше, да, и в каком-то направлении, да, сколько бы вы не читали Коран, можно еще больше читать, сколько бы вы не давали милостыню, еще можно больше, ее давать, да, сколько бы вы не выстаивали молитвы, еще можно больше выстаивать, и так далее, и так далее, да, и в чем-то кто-то преуспел в одном, да, кто-то в нескольких направлениях, но главное находиться на этом пути, поэтому даже тот, кто запинается, испытывает трудности, но старается исправить, старается сделать это наилучшим образом, даже если у него не получается сразу, ему будет уготована двойная награда, субханула, двойная награда, а мы знаем, да, что есть другой хадис, который передается со слов Ибн Сауда, рада Аллаху Ангу, когда он говорит, что пророк, салли Аллаху алейхи ассалям, сказал, Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из Корана, запишется одно доброе дело, а за каждое доброе дело воздастся десятикратно. Я не говорю, что алиф, лям, ним это одна буква, нет, алиф буква, лям буква и мим буква. То есть этот хадис нам говорит о том, что за одну прочитанную букву в результате без нуля человек получает как бы десять благих дел. Ему десятикратно воздастся. И когда мы говорим, что тот, кому сложно читать, ему будет уготована двойная награда, то есть ему будет из-за трудности также награда. Поэтому не отчаивайтесь, сестры, если вам где-то сложно, где-то что-то не получается, к сожалению, это одна из злодеев шайтана, когда сестры, особенно у кого такая вот комплекс отличницы бывает, это все там получалось, там в школе пятерки, там еще что-то. Потом сестра, уже возможно ей там не десять или не двадцать лет, уже там сорок и больше решила изучать таджвид и у нее уже не так получается. Она там выполняет какие-то задания, у нее там с первого раза не выходит. Она там начинает нервничать, сетовать на учителей, возможно, на как-то на программу, возможно, на то, что что-то не так и как-то не так, но нужно вернуться хотя бы к этому хадису о том, что эти затруднения они могут быть. И если Аллах дает нам такие трудности, то Он хочет для нас в данном случае двойной награды. Двойной награды. Поэтому если мы будем с благодарностью, с стойкостью это достигать или стремиться как-то это чтение улучшить, весь мы сможем это сделать. А некоторые думают, ну, это не для меня. Если бы такое положение было, скажем, допустимо в Шариате, то не было бы указания на то, что при трудности также будет нам награда. То есть если говорится о том, что их трудности награды двойная, то это еще одна из мотиваций эти такие трудности преодолеть, трудности эти с ними справляться. Пусть это будет и нелегко. Вот. Также такой один из скажем таких мотивирующих хадисов, который говорит о достоинстве чечения Кур'ана, о достоинстве тех, кто читает Кур'ан. Это хадис, который передается от Абу Мусы, рада Аллаху Ангу, который говорил, что посланник Аллаха сказал, верующий, который читает Кур'ан, подобен сладкому лимону, обладающему приятным запахом и вкусом. А верующий, который не читает Кур'ан, подобен финику, не обладающему запахом, но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Кур'ан, подобен базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на вкус. А лицемер, который Кур'ан не читает, подобен колоквинту, не обладающему запахом и горькому на вкус то есть здесь в этом хадисе во первых мы видим прекрасный метод вот этот такой метафорический который он дает нам такую картину такую 3D картину дает нам возможность ощутить особенно сравнение запах, вкус как будто почувствовать при каждом упоминании ага, лимон, ты чувствуешь вкус сладкого лимона потом там финик ты переносишь вот эти значения, вот это как будто вкус на те значения которые здесь даны поэтому очень, во-первых, прекрасное сравнение во-вторых, такой метод аль-хамдуллах, тоже нужно использовать да, и даже вот кто присутствует, да, на наших уроках то есть часто используем даже в казалось бы там в стаджвиде, да, в тасхеге этот метод он очень хорошо работает да, то есть ты начинаешь как бы по-другому думать на твоих особенно таких близких тебе ощущениях ты можешь то, что тебе трудно как бы исправить поэтому когда здесь говорится о каких-то там скажем фруктах, да или каких-то продуктах скажем тут есть два момента упоминается про вкус и упоминается запах да, то есть вкус и запах и в источниках, да которые этот вот Ибн Хаджар, да когда например делает такой шарф скажем этого хадиса говорит о том что в данном случае вкус это как имэн да, то есть это указывает в данном хадисе как это на имэн а запах это как раз на вот это чтение да, Кур'ана которое обычно если мы с едой будем говорить то обычно для того чтобы ощутить скажем такую сладость этой еды да, и насытиться и быть довольным скажем должен быть запах в этом потому да скорее наверняка вы слышали про тех людей у которых такая болезнь скажем или вот когда была корона да когда ты не ощущаешь там вкус или не ощущаешь запах и соответственно у тебя и вкус пропадает да, то есть ты его как бы теряешь этот вкус что это связано на самом деле да если человек как в хадисе тут упоминается что верующий который читает Кур'ан подобен сладкому лимону обладающим приятным запахом и вкусом то есть такой человек верующий да у него если мы вот возьмем как иман да вот этот именно вкус то есть у него этот иман да присутствует и соответственно этот запах то есть как он проявляется да оно чувствуется да то есть и благодаря также и чтению Кур'ана да благодаря также чтению Кур'ана который дает как бы такой прелесть дополнительный вкус да к тому чтобы скажем выставить те же молитвы и соблюдать да то есть человек он читает слова Аллаха и таким образом он как бы пропитывается да также вот этой красотой без ниля далее верующий который не читает Кур'ан подобен финику да то есть он не обладает запахом то есть у него нету как бы такого особого запаха да не обладающему запахом но сладкому на вкус но при этом он когда его как бы трогаешь кушаешь да пробуешь он вкусный да он сладкий и если человек возможно да что некоторые верующие соблюдающие они могут и не читать Кур'ан но мы уже видим это как бы меньше ступенька да если они могут например там получать знания да не читать Кур'ан там как-то по-другому скажем да но это уже ну как бы ступень меньше да то есть ступень меньше получается потом уже есть уже ниже да то есть такая резкая скажем спускаемся лицемер который читает Кур'ан Субхануллах а что кажется да читает Кур'ан то есть мы до этого смотрели что есть верующие которые сладкие на вкус да то есть у них есть благо в них но они не читают Кур'ан но при этом Субхануллах есть лицемеры которые читают Кур'ан то есть само чтение Кур'ана да оно приводит нас да без нуля если мы читаем это с желанием размышлять оно приводит без нуля нас к к следованию да но это если есть открытая душа да если человек хочет постигать истину если у него изначально закрытая он делает не читает Кур'ан например да как наверняка многие слышали о том что например в некоторых странах да ну скажем те которые напрямую враждуют да с с исламом есть даже такие университеты которые называются исламские да университеты стаффрала но которые там не учатся мусульмане да там учатся именно там скажем какие-то люди которые хотят выдавать себя мусульманами да внешне для того чтобы как бы вот эту уму пошатнуть да изнутри поэтому конечно же пускай Аллах отдалить нас от этого и отдалить от таких людей и конечно же чтобы среди нас этого не было но такая фитна тоже есть некоторые люди такое тоже встречала когда сестры например читают у них что-то там не получается и у них наоборот уасва сойдет да то есть от такого сильного какого-то стремления вот у меня там я читаю а я там вот что-то например не делаю вот возможно да я вот там подпадаю какие-то сэфаты там ну находим да там например есть сура альмунаферон да где мы можем найти эти сэфаты монофит каких-лицемеров и начинается такая лососа да то есть здесь нужно двусторонне если вы об этом задумываетесь хотите исправить то вы не относитесь к этим лицемерам да потому что вас это тревожит и вы пытаетесь да это как бы в себе если такие есть какие-то зернышка небольшие да их искоренить но конечно же все должны понимать что все мы люди подвержены да каким-то изменениям в лучшую или в худшую сторону поэтому нужно золотую середину держать то есть и не думать что если я там такой весь скажем что-то читаю или поизучаю то я уже не склонен да к каким-то вот этим уловкам шайтана но в то же время и ну как и бдите да чтобы такого не вошло в сердце иншалла но при этом мы смотрим в таком сравнении смотрите лицемир который читает Куран подобен базилику а базилик да у него приятный такой запах обладающему приятным запахом но горький на вкус но на вкус такой горьковатый то есть получается будто лицемир да он говорит обычно там благие речи какие-то да ну скажем внешне да вот читает Куран допустим если он не будет там куда-то скажем вмешиваться просто вот читать Куран то в этом есть определенное благо ну читает читает да если у него нету там каких-то еще помыслов других вот то есть у него все равно есть какое-то хотя бы благо да вот как запах а уже который и лицемир и не читает и вообще да от него нет никакого блага то есть он уже не обладает запахом хорошим да и не горький и вернее и горький на вкус то есть от него вообще нужно как же отстраняться поэтому пусть Аллах сделает каждую из нас подобному сладкому лимону который хочется и наслаждаться его запахом и наслаждаться его вкусом да и с ним как бы в окружении приятно такой был у нас небольшой скажем хадис который очень да такой интересный и дает нам такой 3D картину того какое же положение в данном случае даже при жизни да то есть здесь мы видим при жизни до этого мы говорили про то что читающий Куран искусно да он будет с благородными песцами а здесь мы видим вот непосредственно да при жизни как с ним обстоят дела с Панула также если мы будем уже говорить о человеческих взаимоотношениях да то есть мы знаем что такое качество как зависть оно не является благим качеством да но при этом даже в этом как бы как говорится в этом есть нечто в чем можно проявлять зависть такую белую зависть скажем да то есть когда можно хотеть тоже для себя единственное что да обычно когда говорим про зависть зависть это в таком негативном смысле это когда ты желаешь для себя то что есть у кого-то при этом тебе хочется чтобы у того у кого это уже есть у него этого не было да как бы для себя желаешь а от того человека хочешь забрать когда мы говорим про допустимую зависть да то это когда мы и для себя желаем это да потому что в этом есть благо и также не хотим забрать чтобы это было как бы исчезло да чтобы это исчезло у кого-то у кого тебе понравилось да это качество например так вот передается от Ибн Омара что пророк сказал не следует завидовать не следует пророк сказал не следует завидовать никому кроме двоих человеку которому Аллах даровал знание Кур'ана и который читает его ночью и днем и человеку которому Аллах даровал богатство и который расходует его ночью и днем да этот хадис встречается и в сборнике Бухари и Мусла. То есть мы видим, что вот это в основе такое негативное качество, казалось бы, зависть, если оно в благом имеется русле, я уже вам объяснила, что хочешь и оставить у того, у кого он есть, и для себя также такое иметь, то одно из них это знание Кур'ана, чтение Кур'ана. То есть вот это допускается для себя тоже желать. И второе, расходовать на пути, на пути Аллаха, то богатство, которое дано. И если мы вспомним аят, помните самый первый аят, который сегодня упоминали, то в нем что говорилось, что воистину те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем мы наделили их тайной. Открыто надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы он вознаградил их сполна и даже добавил от своей милости, воистину он прощающий, благодарный. То есть в этом аяте объединены эти качества. То есть написано и те, которые читают и совершают намаз и расходуют. Ну, намаз-то как обязательное, то есть это как основа, скажем, без которой невозможно, как из толпы ислама. И расходовать здесь так же говорится, то есть как прекрасно, когда Аллах субханаху и тааля дает нам, помимо, скажем, возможности изучать Кур'ан, читать его ночью и днем, получать знания, передавать эти знания. И также еще, если даруют те уже, скажем, земные богатства, которые можно расходовать и таким образом также получать награду. Пусть Аллах субханаху и тааля каждую из нас сделают из таких людей, которым и дано знания, и следует по нему, и который читает Кур'ан, передает эти знания, и кому также дарованы богатства и возможно их расходовать. То есть таким образом объединяет вот эти два таких, скажем, состояния, которые хотелось бы и другим, но при этом пускай Аллах субханаху и тааля убережет нас от зависти, негативности глаза и так далее. Теперь хотелось бы еще в некоторые моменты поговорить о достоинствах заучивания, потому что чтение Кур'ана, в принципе, оно связано с заучиванием, но сначала о достоинствах, а потом мы поговорим о том, вообще какой хукам, законоположение, как одного, так и второго. Достоинство заучивания, оно, конечно же, велико, то есть и вообще сохранение такого Кур'ана в своей груди, это прекрасно, и каждый хотел бы, наверное, каждый верующий мусульманин, он хотя бы, наверное, бы, так скажем, мечтает о том, чтобы заучить что-то из Кур'ана, если не весь Кур'ан, но хотя бы что-то из Кур'ана. В одном из хадисов говорится о том, что со слов Ибн Аббаса, рада Аллаху Ангу, что посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям сказал, тот, в сердце которого нет ничего из Кур'ана, подобное, и, конечно же, чтобы Аллах Субханаху ата'аля сделал нас такими, в сердце которых есть, да, Кур'ан, есть хотя бы что-то из Кур'ана, и благо еще в том, чтобы это все, иншал, сохранить. Со слов Абдулла ибн Амра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям сказал, тому, кто знал Кур'ан, будет сказано, читай и восходи, и отчетливо произнеси слова. «Как делал ты это в земной жизни, ибо поистине место твое будет соответствовать последнему прочтенному тобою аяту». Этот хадис указывает нам на то, что каждый выученный аят из Кур'ана это как такая ступень, которая нас без миля возвышает в раю. Поэтому, когда человек заучивает Кур'ан полностью на каком-то, скажем, варианте, и еще, может, на других вариантах прочтения аппаратов, то это дает ему еще больше возможности подниматься без миля по этим ступеням. Также по поводу превосходства тех, кто знает больше из Кур'ана, многие знают. Например, если вы где-то собираетесь, то предпочтение, например, вести молитву или какие-то, скажем, выбор, например, более предпочтительного там места или еще что-то идет за тем, кто больше знает из Кур'ана. И в Сунне мы также наблюдаем случаи, когда таким людям дается превосходство. Даже в случае, что превосходство в том, как их похоронить, например, да, то есть если есть выбор, да, то есть имеется в виду, если какой-то, например, массовое такое, да, там захоронение, скажем. Теперь, что еще бы хотелось сказать, да, вот по поводу того, что чтение Кур'ана – это обязательное, да, какое-то составляющее или это желательное, или это, скажем, запрещенное или недопрещенное и так далее. Ну, понятно, что запрещенным или там недозволенным это не относится, если это только там какие-то определенные условия несоблюдены, да, то есть, например, если, ну, очень коротко, конечно, это отдельная тема, например, если человек в состоянии джунуб, да, когда ему необходимо там полное омовение, да, после близости, нельзя там читать Кур'ан, да, то есть бывают какие-то состояния, когда читать Кур'ан нельзя, в принципе, да, есть состояние там, когда нежелательно, в зависимости там от места, например, да, если это место там не соответствует там, где-то читать, ну, про это отдельно, да, какие-то моменты мы можем говорить. Но если мы будем говорить глобально, то, конечно же, как мы уже говорили про хадис, да, чтение Кур'ана и такое метафорическое сравнение, да, с лимоном или с фиником, то уже из-за этого хадиса можно сказать, что вот лимон и финик, так говорили, что человек, он может, в принципе, быть, там, скажем, с этим фиником, да, не читая Кур'ана, но, конечно же, более достойный человек, в нем больше блага, когда читается Кур'ан. То есть это является одно из таких, скажем, действий, которому призывают, да, как в Кур'ане, как и в Сунне. и это такой, это одна из причин, да, достижения, например, хушуа, достижения знаний также, да, потому что читая Кур'ан, человек читает, например, он хочет, да, узнать эти значения, он читает Афсир, он читает там или изучает, да, не обязательно просто читает, то есть получает знания по каким-то вопросам, наукам, которые связаны с Кур'анами, таким образом, без ниля, если у него есть благое намерение, и он делает дуа Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы его знания были полезными, без ниля, это даст свои плоды хорошие, да, и даже, например, в одном из речений Ибн Сауда, Рад Аллаху Ангу, мы можем увидеть, да, насколько ему было любо, что говорил он даже, что чтение Кур'ана для меня любимее, чем соблюдение добровольного поста, Субхану Аллаху, да, то есть как бы, ну, это как разное поклонение, но тем не менее, да, это поклонение, которое, ну, дополнительное, да, дополнительное, и кому-то там более любо читать Кур'ан больше, да, кто-то больше там поститься и так далее, но в любом случае любое поклонение в нем есть благо, да, то есть если кто-то, например, может соблюдать пост, соблюдает, да, то есть нельзя говорить, вот кто-то там что-то не делает, значит, Аллаху Субхану ва Тааля, да, вознаградите, только знает по нашим намерениям. Также мы можем в одном из таких изречений Халид ибн Ибн Уалид, рад Аллаху Ангу, он говорил, поистине, многочисленное совершение джихада отвлекало меня от частого или отвлекло меня от частого чтения Кур'ана, да, то есть он это говорил с таким определенным сожалением, да, в чтении Кур'ана, то есть, но Субхану Аллаху вот в этом изречении, Субхану Аллаху, мы смотрим, человека отвлекало от чтения Кур'ана, да, там такое действие, которое нашим будням оно даже не соответствует, да, как правило, и при этом многие говорят о том, что у них там нету времени на чтение Кур'ана или у них там еще что-то, у них там, не знаю, там кто-то скажет, да, что он там, не знаю, да, какие-то банальные бытовые вопросы, не может решить, и при этом мы смотрим, что вот сахабов, да, то есть, их какие великие дела отвлекали на чтение Кур'ана, то есть, они отвлекались вот такими делами, а не какими-то банальными, да, делами и Субхану Аллаху. Также если мы будем говорить про, скажем, про хоком, да, то есть, из этих вот таких изречений, скажем, ну, и других, можно выделить, что само чтение Кур'ана в общем, да, оно является одно из желательных действий, то есть, то, что в Кур'ане и в Сунне призыв есть к этому, да, хотя призыв в Кур'ане, он по-разному, да, расценивается, расценивается как обязательность или там желательность и так далее, но вот исходя из разных долин, да, то есть, можно прийти к выводу, что это такая желательность, но чем больше, да, и чем лучше и правильный человек читает, тем больше он получает за это без нуля награды. Теперь возможно вопрос о чтении просто чтение, да, или имеется в виду вообще как преступление к чтению, да, то есть, человек берет, а мечтает, да, чем больше, тем лучше, но если мы вернемся к качеству чтения, то, конечно, когда человек читает в основе человек, да, то есть, мусульманин должен читать Кур'ан, правильно, да, должен читать Кур'ан правильно. И в одном из хадисов говорится, что не из нас тот, кто не читает Кур'ан на распе, и в другом, как бы, другой интерпретации этого хадиса, не из нас тот, кто, кому недостаточно, да, Кур'ана, как бы, кому вот Кур'ан, он не является, как бы, все, все, что ему, как бы, достаточно нужно. Ну, если возьмем первый интерпретарий, читать сюда, что недостаточно для нас, не из нас тот, кто не читает Кур'ан на распе, то здесь объясняется, да, то есть, на распе, имеется в виду, украшает, да, хорошим, там, чтением, красиво читать и так далее. Также мы знаем в Кур'ане, да, написано про то, что с размеренным чтением читать Кур'ан. Если мы возьмем вот эти совместим два, да, то есть, на распе и тортим, то объединив эти два значения, что, когда же мы читаем Кур'ан, да, то нам, еще, помните, хадисы упоминали о том, что кто искусный чтец, а кто кому сложно, то есть, он искусный, он в чем искусный, да, что он знает, как правильно читать, при этом, украшает, например, да, как еще один из элементов, пытается украсить свой голос максимально в рамках дозволенного, потому что эти рамки, да, они установлены тоже, они, как бы, у них есть лимиты, и вот как раз, да, тоже, вчера у нас там был такой вопрос, и некоторые там, скажем, возмущались эти, и вопросы, да, у некоторых возникают, а вот, например, у некоторых, скажем, известных, да, тщетцов, которые мы слышим, у них там есть какие-то такие элементы, которые немножко не соответствуют, ну, такой чрезмерности украшений, например, там, вибрации, сильно еще что-то, ну, это как бы, ну, у всех, у всех может быть какие-то недостатки, знаете, кто без недостатков, но есть обязательные правила, да, и мы их, как бы, следуем, стараемся в них держать, поэтому, если вам, если спрашивают конкретно хоком, да, мы говорим, вот это, вот так, вот так нельзя, если кто-то этот хоком где-то неправильно, да, где-то чуть-чуть не соответствует, или что, мы не можем сказать, что это правильно, то есть, есть рамки, да, но иногда кто-то их немножко переходит, ну, даже самые известные чтецы, вот какое вам там имена приходят в голову, ну, практически, да, то есть, нету таких имен, которые нельзя назвать в плане, у всех есть какие-то моменты, ну, человеческие, да, и, например, если мы даже смотрим по записи, записи, там, они могут быть или там плохого качества, или, например, это же человеческий фактор, например, записали, а там, скажем, не очень удачно, да, прочитал, то есть, там еще что-то, ну, оно там пошло, уже в люди, в народ, поэтому, аль-хамдул-ля, сейчас, конечно же, уже более продвинутые, скажем, технические вариации, там, когда можно и прослушать, и записать, и сейчас установлены определенные, если это официальные, да, там записи, даже комиссии, которые следят за тем, чтобы вот каждый аят, он был записан правильно, да, но, к сожалению, есть, учитывая легкость, такого, скажем, доступа в интернет, есть те, которые, которыми не следует соответствовать, да, там, или не следует наследовать, поэтому, когда мы говорим, да, или кто-то, например, спрашивает про конкретного человека, да, если мы будем с точки зрения, ну, того, что это, что-то относится к Корану, да, и, скажем, недопустимость распространения какой-то лжи на Коран, то, конечно же, можно, да, сказать, что, ага, вот в этом вопросе, там не следует, да, как бы наследовать того или иного чтеца, ну, в общем, конечно, глобально кого-то, например, если это особенно, там, уже обладающие знаниями, да, ученые, чтецы, то не следует света, и особенно, там, глобально, да, то есть у нас, к сожалению, как бы глобально журить, то есть, например, берут там какое-то имя, вот он там, вот плохой, и все, нет, мы можем конкретно на какие-то ошибки человека указать, да, а не говорить в общем, то есть, а ошибки, они могут быть у всех, да, кто хочет, услышал, кто не хочет, не услышал, а многие, они знают их ошибки, то есть, я не думаю, что, если чтец, он такой уже, там, именитый, да, и знает, то есть, он, скорее всего, знает тоже свои ошибки, и это уже, как бы, каждый выбирает для себя, что ему важно, и на что обращать внимание, да, на красоту его, там, чтение, Махра, Джисефрата, или придраться к какому-то недостатку, да, то есть, если мы будем так по всем придираться, то, конечно, тогда, в принципе, слушников не надо, сами читайте, и только вы будете идеальны в своем чтении, иншаллах, потому что идеальных нету, так, это такое лирическое отступление было, то есть, по поводу чтения, да, когда мы читаем, у нас есть определенные правила, таджвида, которым мы должны следовать, так как, тартиль, тартиль, это у нас, таджвиды, хуруф, да, то есть, правильное произношение, предание буквам, ее должного и полагающего, то есть, мы правильно произносим букву, из правильного маху радио, даем ей правильные цифиаты, характеристики, и также даем ей то звучание, например, которое предполагает именно чтение Кур'ана, но в этом есть определенные границы, да, то есть, границы, которые дошли до нас от пророка, и мы стараемся за них не выходить, да, и если вдруг так происходит, что мы вышли, пускай Аллах, субхану, направит нас на правильный путь, и опять ведет в эти рамки, да, чтобы не допускать, и каждого чтится так же, то есть, когда мы читаем глобально, да, вот приступаем к чтению Кур'ана, нам нужно стремиться, если вы уже взялись за чтение Кур'ана, да, стремиться к тому, чтобы читать его правильно, то есть, тут два, да, то есть, читаем Кур'ан, не просто я беру, читаю Кур'ан, и читаю как-нибудь, являетесь ли это Кур'аном, да, если вы стараетесь максимально, да, то мешало вам будет за это двойная награда, но это не значит, что просто я читаю, да, вот просто абракадабру какую-то, непонятно как, да, и для себя я это рассматриваю как Кур'ан, и это уже, значит, я читаю, нет, да, то есть, мы стараемся максимально, почему он говорится в хадисе, что если сложно, да, значит, человек старается, у него есть, у него не получается, он старается сделать, потому что, если не стараться, то, в принципе, все легко, там, буквы, учу, да, пошел что-нибудь там, наболтал, никто ничего не понял, ну, что, ну, я почитал Кур'ан, да, свой какой-то, условно, стаффорла Кур'ан, кто-то, например, читает перевод, там написано Кур'ан, перевод, допустим, смыслов, это не Кур'ан, это перевод смыслов, да, из-за него, конечно, не будет такая же награда, но как в плане Тавсира, в таком смысле, это будет награда, если вы читаете, перевод, да, как размышления, или Тавсира, какие-то значения, по-моему, поэтому, конечно же, чтение Кур'ана имеется в виду, это чтение арабского оригинального текста, текста Кур'ана, да, и максимально приближаясь к тем правильным звучаниям, которые мы должны читать, то есть, если вы хотите, например, что-то прочитать, из Кур'ана, вы это читаете, да, и старайтесь правильно читать, а не так, читая весь Кур'ан, как-нибудь неправильно, никто ничего не понял, да, возьмите лучи мало, потихоньку отрабатывайте, да, под руководством читайте. Теперь перейдем к заучиванию, да, здесь, если мы будем говорить такое, обязательное заучивание, да, то есть, мы видели о достоинствах заучивания, то есть, это желательно, да, заучивать Кур'ан, в этом есть благо, и, например, в одном из, если мы поговорим о заучивании, да, то есть, у нас есть там, например, аят, вот как раз про заучивание, что тот, кто выучит, не аят, а хадис, да, переданный от Абударла, рада Аллаху Ангу, сообщается, что посланник Аллаха, салюллаху алейхи ассалям, сказал, тот, кто выучил наизусть первые 10 аятов из сура пещера, да, будет защищен от Абти Христа, то есть, здесь конкретно идет на заучивание, да, то есть, такой, далиль, то есть, мы видим конкретно вот какие-то аяты, вот, призывать, потому что, чтобы их заучить, там мы видели хадис про то, что каждый аят он будет, как бы, давать нам возможность возвыситься без ноля в районе, вот, и, соответственно, кто больше заучил, да, то есть, как при жизни, иншалла, для него есть благо, так и вот, иншалла, и в следующей жизни, но само заучивание, да, несмотря на его, скажем, достоинства, оно не является обязательным, если, ну, если мы говорим глобально, но есть обязательность, непосредственно, только, есть обязательность, да, чтобы выучить наизусть именно те аяты, которые для нас необходимы обязательно в молитве, то есть, это сура аль-фа-тиха, это, например, какие-то короткие суры из Курана, да, то есть, есть короткие суры из Курана, которые вы можете из которых начать, но опять же, в какой последовательность, да, то есть, мы сначала учимся правильно ее, там, читать, или не обязательно читать, то есть, здесь чтение в том нашем понимании, это как бы дополнительная функция, то есть, мы обычно понимаем, да, для нас, что, ну, как бы, для современного человека чтение – это неотъемлемая часть нашего, как бы, ну, там, образования, скажем, нашей жизни, да, потому что, если мы умеем читать, мы можем там, ну, все, что сейчас, да, то есть, элементарные какие-то вещи, без чтения ты не можешь, да, ехать куда-то, посмотреть, как автобус куда едет, допустим, да, или что-то купить, или там пойти куда-то, что-то прочитать, да, что там за продукт это, то есть, чтение, оно нам помогает, конечно, очень сильно, но, если мы говорим про заучивание, то, в современном, да, понимании, то чтение, оно, как бы, идет таким средним звеном, но заучить можно теоретически, да, еще скажем, почему теоретически, но, можем и без чтения, да, то есть, некоторые так и делают, да, вот, особенно, кто там собирается, читать молитву, они там на листочке что-то написали, да, там как-то услышали и заучили. Хорошо ли это и будет ли это правильно, да, это под вопросом большим, да, и скорее всего нет, чем, да, в современных реалиях, несмотря на то, что при жизни пророка, саллилаллаху алейхи вассалям, именно так и происходило, потому что тех людей, кто умел читать и писать, их было очень мало, да, и даже ха-физы, Корана, да, многие, они не умели читать и писать, да, как так может быть, ну да, вот они не умеют, потому что на то время арабы, у них была такая очень хорошая память, и они на, именно на этой памяти, ну как бы, и основывались на устной передаче, для них это было нормально, вот, сейчас же, да, мы, во-первых, не арабы, не живем во времена пророка, саллилаллаху алейхи вассалям, и поэтому чтение, оно является таким, скажем, я бы сказала сейчас, ну, обязательным, да, элементом заучивания, потому что, для того, чтобы заучить, для этого нужно время, да, и там потратить, например, скажем, два, три, четыре, десять часов, для того, чтобы заучить какой-то аят, можно для начала потратить это время, для того, чтобы выучить буквы, и так далее, по ступеньке пройти этот путь, но порой, нам есть такая острая необходимость, что-то заучить, да, вот когда кто-то прям приступает к молитве, еще не знает ничего, и он может заучить, ну, скажем, просто на слух, да, не читая это, это сложнее, но это может быть, в этом случае, я всем рекомендую, все-таки, несмотря на то, что это возможно, чтобы это было обязательно, под руководством, да, учителя, если вам прям экстренно, да, вот прям сегодня нужно уже это выучить, да, или, если вдруг такие есть сестры, вот, в каком-то, чем-то окружении, да, кто там принял ислам, еще что-то, чтобы помочь им, да, вот, но при этом, скажем, особенно первый период, обратить внимание на правильность произношения суры аль-фа-тиха, да, потому что, скорее всего, с первого раза все не получится идеально, но тут уже молиться надо, да, тут что, я еще неплохо читаю, но вы делайте все, что можете, да, Аллах, инжалла, не взыщет вас больше, чем вы смогли, но для этого нужно стараться, да, и, как мы видели, вот, кто старается делать какие-то усилия, то будет война за это награда, и сразу пытаться уже в ближайшее время исправить, да, улучшить свое вот это чтение, чтобы оно соответствовало тому, которое необходимо, потому что если человек, он пренебрегает потом этим, да, он уже стает как не из разряда того, кому сложно, а из разряда тех, кто пренебрегает просто Кораном, молитвой, скажем, да, потому что читает неправильно и так далее, поэтому особенно там суры Аль-Фатиха и хотя бы там три суры, да, скажем, из коротких сур, их нужно в первую очередь вот хорошо отработать, выучить, да, и, в принципе, пока это все отрабатывать, то можно и какие-то базовые, скажем, знания по отадживиду и пройти, поэтому я не рекомендую кому-то в больших объемах, особенно сначала, да, кто даже имеет очень такую, скажем, рвение, выучить что-то, да, в больших объемах не рекомендую учить ничего, потому что потом это сложно искоренить, лучше, а для того, чтобы выучить, да, это нужно, ну, достаточно время и сил, если у вас есть это время такое и силы, то сначала вы его посвятите в то, чтобы выучить буквы, научиться правильно читать, и потом плавно перейти на заучивание, да, а то получится, что вы заучите то, что не соответствует правильности, потом это невозможно, скажем, легко исправить, да, то есть оно уже как будто у вас там выгравировано, да, на сердце, и его нужно как-то исправить, да, реставрировать, что намного сложнее, чем сделать новое что-то, вот, при этом, конечно же, тоже там сильно долго, да, прям к заучиванию там через 10 лет тоже не рекомендуем приступать, да, потому что некоторые там долго собираются, но здесь золотая середина, да, если это вас, вы не прилагали усилия, да, то есть вы там как-то себе на таком лайт-режиме не читали, не исправляли, и прошло 10 лет, и вы не исправили, да, то это значит, вы не прилагали усилия к тому, чтобы исправить, ну, в редких случаях, да, если человек действительно делает причины, прилагает усилия, что у него, ну, вот, очень плохо получается, уже он там 10 лет, это, скорее всего, он, ну, неправильный метод использует, да, или как-то неправильное усилие, потому что, да, если вы делаете те причины, то Аллах субхану а también, он облегчил куран, да, то есть это, как бы, Аллах субхану а также, да, сказал вот для нас, что он облегчил куран, но если мы делаем правильные причины, делаем правильные дуа, да, то есть просим Аллаха субхану а juga, то оно так и будет, поэтому не стоит сетовать, да, то, что там что-то долго, да, вам, вы хотите уже заучивать, значит, эти свои усилия направите в правильное русло, исправьте то, что нужно исправить, и заучивайте далее правильно, без неля. И таким образом нужно таким образом повысить весь неля в этих ступенях в раю. И не забываем, что для того, чтобы заученное, оно было заученным, а не забытым, то для этого нужно намного больше усилий, чем просто заучить. Потому что это такое уже, скажем, как будто сотрудничество, от которого не можешь отказаться. Если ты отказываешься, то оно где-то теряется. Как ребенок маленький, что если он родился, то мама не может его сказать, так, подожди, я там недельку, ну, разве что она не нашла, да, кому-то. Ну, представим, что это вот нету, кому оставить, да. Потому что если ты кому-то отдал, он как бы уже у другого будет. То есть этот ребенок, ты не можешь его сказать, ну, давай сейчас тебя там неделю не покормлю, ну, так и хейбис. То есть ты не можешь его оставить, тебе нужно периодически, да, уже, конечно, там, не как ребенка по три раза в день, допустим, да, но тем не менее есть определенная очередность такая или постоянство, с которым нужно повторять. Поэтому это даже сложнее, скажем, да, чем само заучивание. Поэтому и пророк, саллиллаху, алейхи вассалим, сказал, что читайте Коран неуклонно, ибо клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада поистине ускользает он быстрее, чем верблюды, избавившиеся от своих пут. Да, то есть прям бежит, нужно словить, чтобы не бежал. Да, баракалагуфикунна, конечно, это тема широкая, можно здесь еще много чего говорить, если будут какие-то вопросы, вы пишите, да, под этим постом. Субханакаллхума ва бихамдик ашхаду ва ла ла ва ла таздахурбатулу алейкум ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракату.